В программе массовый легкоатлетический забег по венцу, пляжный футбол и волейбол, показательные выступления боксеров, кикбоксеров и гиревиков, а еще бег с препятствиями и, конечно, полюбившиеся многим симбирские ступени, где на старт вышло более ста человек. Мы сейчас пробежали от Ювенис пробег олимпийский в центре 5 километров. Приехали сюда, гирю там поподнимали, потому что гиревики в прошлом. Здесь поучаствовали, сейчас мы держим путь на лестницу. Выдержите? Думаю, да, мы выносливые ребята. Слова не разошлись с делом. Степанова выиграла женский забег на 5 километров и заняла второе место на симбирских ступенях. Герой. А разве не герой Екатерина Быкова, которая вышла на беговую дорожку, будучи беременной четвертым ребенком? А уже в сентябре у нее срок. Не могу броситься. Чувствую себя прекрасно, поэтому без бега никак. Пока организм и здоровье позволяет, бегаем. В олимпийский день кто-то вышел на беговую дорожку для души и здоровья, а кто-то в качестве профессиональной тренировки. Забег по шестистам симбирским ступеням с абсолютно лучшим временем выиграл представитель лыжного клуба Алексея Евдокимова Иван Смирнов. Особо не готовился, просто тренировался для уделения, для соревнований по лыжным гонкам. Мне очень понравилось. Так планирую в следующем году тоже пробежать. Впервые в легкоатлетическом забеге по венцу участвовал 23-летний Алексей Алферьев, который только ночью прилетел из Илон-Удеса чемпионата воздушных космических сил по легкой атлетике, а утром уже побеждал в Ульяновске. Хорошее мероприятие. Считаю, нужно проводить такое каждую неделю в рамках укрепления здорового образа жизни и профилактики употребления спиртных нагибков. Самое лучшее – это то, что чувствовал сюда Александр, пришел. У нас с ним всегда конкуренция. Это хорошо, конкуренция должна быть. Первые три круга бежал наравне с ним, но он со мной вместе. Потом он начал сдавать, я чувствую, и уже на морально-волевых начал прибавлять. Заслуженные поздравления от жены и сына. Терпели и боролись на пляже волейболисты и футболисты. В Ульяновске впервые сыграли 96 волейбольных дуэтов из 25 городов России. Это крутой всероссийский турнир «Марбокс Кап». В пляжный футбол играли спортивные федерации, где самыми проворными оказались шайбисты. На втором месте – федерация дзюдо, на третьем – тхэквондисты. На этом замечательном месте, замечательном пляже, переоборудованном под волейбол, под пляжный футбол, все классно. Сегодня погода благоволит, нет жары. Я думаю, что федерация хоккей сегодня победит, но самое главное – победили все, потому что мы участвуем в этом дне, играем, общаемся, знакомимся. Это классно, лето продолжается, всех с праздником вперед. Спортивный праздник в этот олимпийский день получился. Он прошел на ура. Непогода не стала помехой для участников. «А вообще на территории Ульяновской области мы провели 41 мероприятие. И вообще мы делаем акцент на развитии физкультуры и спорта в муниципальных районах, ибо уверены – таланты в деревнях у нас есть». Будем искать эти таланты, и не важно, каким видом спорта вы занимаетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова